Мы с вами отправляемся в Химки. Именно здесь продолжается и завершается 10-й тур Мэлбет Первой Лиги. Именно здесь, в Химках, эти статные мужчины сейчас будут бороться за победу. Это те команды, которые являются лидерами в Мэлбет Первой Лиги. И все. И нет никакой свободы, а может быть здесь получится. Эльдар Рушев пробьет. Это было хорошо, это было красиво. И это был первый по-настоящему опасный момент на 35-й минуте. Эльдар Рушев здорово открылся и передача пошла в свободную зону. И удар был хороший. Бабурина тоже давай отмечать. Здесь все были хороши. Соглашусь. Какой хороший заброс. А удар будет? Пенальти будет, а не удар. Пенальти будет. Да, потому что мяч попадает в руку. И моментально Иван Цараев показывает на точку. Кстати, у Ильи Свинового пока нет отбитых пенальти. А здесь и здесь без шансов, потому что Нитфулем просто великолепно. Великолепно. Исполняет этот 11-метровый и открывает счет в концовке первого тайма. 1-0. Торпеда выходит вперед. Болельщики, которые так давно ждут какого-то успеха серьезного. Премьер-лиги ждут. Но великолепно было исполнено. Арсенал на первом. И Урал-то сегодня может быть смещен. Ох, как классно было сделано. А что дальше? Какой момент и какой гол! Какой гол, Лисакович, да? Это он? Это он. 99-й номер. 1-1. Очень красивый мяч. Я думаю, что сам Виталий сейчас на 100% не понимает, как этот мяч оказался в воротах. Да, он-то как раз понимает, потому что это он дерзок, он всегда все понимает. И потом попробуй у него спроси, так задумывал или послучайно получилось. Ну, конечно, смотри, какие движения руками звезда. Ну, как иначе. Давай смотреть. Вот здесь классная передача. Абсолютно один Лисакович. Вот дали ему пространство. Там рикошет случился. Жирный рикошет. И именно от футболиста Торпеда мяч летел в сорт. Потому что изначально, как мне кажется, Лисакович даже не бил. Но скорее... Да какой рикошет? Подожди. Подожди. Там не было рикошета, он бил. Он бил и попал. Хазерапаев играет как центральный нападающий. Ох, какой момент! Что там про Хазерапаева пока, когда Максим Максимов забивает? Ведь абсолютно один он оказался в штрафной. Что же там делали защитники? Почему же они его потеряли? Вот показывает нам Дерис Терентьеву, который хватается за голову. А у нас, между прочим, уже три забитых мяча в этом матче. И нам снова грех жаловаться на судьбу. О, у нас зрелищный матч. У нас три гола. Там во многом потому, что и стадиона пока нет построенного. Ой, какой пас! Можно еще один гол забивать! Как же так? Это Манелов. И это законы физики. К сожалению, для торпедовцев. Хорошая атака. Хорошая атака. Могли сейчас, если не точку ставить в этом матче, то, по крайней мере, такой жирный знак вопроса над перспективами Балтики. И здесь не точно. Может, пробить! И действительно, это было хорошо в исполнении Олега Исаенко. И, видимо, Бабурин успевает еще и мяча коснуться. Успевает, успевает. Исаенко классно пробил, если попал в створ. Но, мне кажется, мяч все равно шел выше перекладины. Но нужна еще одна передача. И не такая. Чуть повыше. Тогда могло бы быть интереснее. Но еще одного паса не будет, потому что звучит финальный свисток. И торпеда переигрывает Балтику. Выходит на второе место в турнирной таблице. Выше только тульский арсенал.